Меняем течение нашего занятия и переходим к додаче, на самом деле, пожалуй, чуть более трудной. К задаче о брёвках. Я сейчас буду вам рисовать способы укладки брёвен, при которых у вас эта конструкция не будет разваливаться. Как ни странно, этих самых способов окажется опять число каталана штука. И мы сумеем это доказать. Мы сумеем это доказать. Задача намного труднее, чем то, что мы сейчас с вами только что сделали. Но, тем не менее, я думаю, вы уже достаточно опытные, вы на том деле, чтобы с вами это можно было действительно делать. Напоминаю, что реально, по-настоящему, разных определений чисел каталана и штук 20-30 есть. А если всякие тонкие различия подсчитывать, то насчитывают даже больше ста разных определений этой одной и той же последовательности. Итак, рисуем шесть штук внизу. Вверху лежат, например, так. Так, согласитесь, что вот такая конструкция не разваливается. Да. Правда же, да? Ну, то есть, если, конечно, внизу её держать, то сверху ничего не скатывается. Считается, что этот нижний ряд врёвен лежит и, так сказать, крепко лежит. Замечательно. А теперь начинаем с маленьких количеств и задача. В таком же стиле, в котором я сегодня разбирался с окружностью и кордами. Нарисовать способы раскладки грёбен и объяснить, при чём тут чисто каталан. Рисуем в тетрадях, надеюсь, что среди вас найдётся хотя бы один, а может быть и несколько человек, которые сумеют с этим разобраться. Где там чисто каталан? Рисуем, придумаем, картинка. Ну, то ничего не поделать, да? Тут одно бревно, а то и есть одно. Если на свете есть два внизу бревна, то какие есть варианты? Либо лежит, либо не лежит. Если три бревна, надо понять, что картинок будет пять штук. Вообще может ничего не лежать, согласен. Ещё вариант. Одно лежит, другой. Причём двумя способами. Да. Два, два, два. Может лежать два бревна, которые друг другу что касаются. Потом два. Вот и на шоке. Лёдный король лежит сверху. А, и вот получается пять. Да? Да. И получается пять картинок. Так вот, господи. Вы уже знаете, что ещё купонники. Поэтому я вам сейчас нарисую четырнадцать раз что? Четыре бревна. Четыре бревна. Четыре бревна. Да? Да, четырнадцать. Я уже знаю, что если у меня числа каталана, а сегодня тема именно такая, то будет непременно число четырнадцать. И вас прошу эти кружочки рисовать достаточно большого размера, потому что иначе картинка будет не очень красивая, да? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все картинки, все четырнадцать. А потом, в отличие от предыдущего, не по одному человеку, один человек, чтобы вышел и все четырнадцать картинок. Потому что иначе мы запутаемся. Кружочки рисуете, чётко, красиво, хорошо? Пустая, пустая, отлично. Пустая. Пустая, чтобы они касались, ладно? Так, ребята, смотрим, как только у него ошибка, сразу скажут. Пока он рисует без ошибки, все нормально, не надо его восстановить. Кружочки должны касаться. Я прошу рисовать кружочки аккуратно и красиво. Вот здесь, вот, они касаются. Вот здесь вот то же самое. Он касается. Здесь то же самое. Нарисую нормальный кусочек. Я же рисовал, чтобы они касались, правда? Да. Вот, замечательно. Касаются, да. Волны в тетради рисуют. Ребята, в общем, данный голос у Милены Борисовны кружки гораздо более доступные, чем мои. Это сделано абсолютно сознательно. Поэтому советую не изображать из себя, так сказать, старичков, а к ней на кружки тоже походить. И здесь, и в ДНДТМ абсолютно разумные. Потому что вы думаете, что вам сразу надо высшую математику, а пропускаете нормальные простые школьные вещи. Очень советую. Там она максимально понятна, подробно, очень многие вещи проходит. Сегодня она там с кучей игрушек приехала. Ну и, собственно, и каждый раз старается. То есть там вполне идет жизнь, абсолютно отличающаяся от жизни на этом кружке. У него не хватает одной картинки. Ну что, сам говорил. Спокойно. Ничего страшного. Главное, что в основном действительно видно, что много правильных картинок. Так что, если честно, я уже знаю, как вы забыли. Тих-тих-тих-тих. Дайте ему самому. Дайте минутку. А ты не в тетрадь смотри. Ты мелок ложи вообще. Отойди от доски. И посмотри на все на это. И подумай, какую же картинку забыли. Молодец. Все правильно. Спасибо. Так, действительно, 14 картинок есть. А теперь простой вам вопрос. Господа, а почему это шло-каталон? Нет, то есть то, что он нарисовал. Замечательно? Да. Потому что, если у тебя, например... Вот, если будет пять бревен внизу. Скажите, почему там ответ будет 42? Следующее число каталона – это 42. Если бы вы как-то мне могли это объяснить... Давайте, вот я рисую. Пять бревен, которые расположены внизу. Вот они, пять штук. Как, не вырисовывая все 42 варианта. Это очень важно. Потому что, если мы сейчас потратим время и нарисуем все 42 картинки, это не будет называться, что мы решили задачу. Нам интересно понять теоретически, почему будет 42 варианта. Каким-то образом, всевозможные картинки, когда внизу 5 бревен, надо разделить на какие-то типы и посчитать. Сколько? Да, что ли? Если мы будем первую ставить бревну, на самом деле, первую, то будет 14. Почему? Не понимаю. Не понимаю. Повторяю вопрос. Кто может внятно объяснить, почему в ситуации в нижнем ряду 5 бревен, ответ будет 42? Да, прошу. Потому что в первом, в один вариант, во втором два варианта, в третьем у нас 5 вариантов, в четвертом и 14. Да. Отличная логика. Если были числа 1, 2, 5, 14, значит, знаете, у Кима, есть такой замечательный автор песен, он в огромном количестве фильмов свои песни писал, да? Так вот, у Кима есть песенка про учебу. Ну, у него много есть песен про учебу, но в одной из них есть такие слова. Написано от лица студента, который сдает экзамен. Значит, студент вошел в аудиторию, и здесь все знакомы на воле, в них не пробудится зверь. И с ощущением воли выйду в закрытую дверь, или в открытую дверь, не помню, в какую-то дверь он там выйдет. Вот, смысл простой. Что, значит, студент вошел, перед ним те самые преподаватели, которые его целое семестр учили, и, ну, не может же в них зверь пробудиться, правда, да? Ну, люди же, ну, целое семестр были нормальные, но не могут же мне двойку на экзамен поставить, правильно? Вот, так вот, докладываю, мог, мог, мог. Поэтому мы не можем считать, что если один, два, пять, четырнадцать, то дальше обязательно сорок два. В принципе, задача могла быть какой-нибудь хитрой, что ответ будет там не сорок два, а какой-нибудь другой. Да? Если поставить одно примерно, то существует... Да, 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 один, если два, то два. Эту сказку я только что слышал, не сорок. Это цвет, это, кстати, одно бревно. Да, а почему? Ты боишься в чем дело? Если, тут такая история, если ставить одно бревно, то способов, конечно, четыре. Это я понимаю, да? Но два бревна способов уже становится побольше. Когда три бревна, тяжело. Должно быть какое-то более понятное объяснение. Никаких там чиселсочетаний, поймите. Там же несколько этажей. При окно расстановки одна ситуация, при другой, непонятно. Это еще, решите задачу. Объясните, почему сорок два. Пока вы задачу не решили. Идея, что, а я переберу варианты, она неправильная, пока вы эти варианты реально не перебрали. Эта задача действительно тяжелая. Потому что, в отличие от предыдущей работы, когда мы просто рисовали кружочек и замечательно, что молодцы быстро разобрались, сейчас нужно предложить некоторое теоретическое рассуждение. А это всегда тяжелее. Да? Ну, смотрите, если один больше одного на ноль, потом один больше одного на ноль. Это правда, но непонятно, зачем нам эта правда нужна. Один действительно больше одного на ноль. Потом два больше одного на один. потом идет 5, оно больше на 2, потом идет... 5 больше чем 2 на 2, но это уже неправда. На 3, на 3. Потом идет 14, но больше 9. А 42 минус 14 будет 28. Да. И там никакой закономерности просто не видно. Как раз если возьмешь разности, то разности соседних чисел Каталана, то эта последовательность, в общем, малосмысловная. Последовательность Каталана? Нет, она не является уже последовательностью Каталана, это не просто особая последовательность Каталана. Ну что, сдаётесь? Да. Нет. Ребята, а как каждой установке вот этих, каждой укладке брёбен, сопоставить скобочную структуру? Легко. А? Легко. Скобочную структуру сможешь. Как? Ну, смотрите, можно же взять вверх как единиц, можно же взять и в середине... Коль, прекрати, говорите, допустим. Математик не имеет права просто трепаться. Есть такое понятие гуманитальное знание, да? Там можно говорить вне зависимости от того, есть у тебя мысли или нет, да? Ты, кстати, пришёл, я бра-бра-бам-бам-бам-бам. Тебе плевать, что? Вот, планетарная наука, она так устроена. Там, как бы, ну, как бы, там специалист, он не обязан иметь мысли. Он просто, ну, должен иметь настроение, да? Вот. Говорит, 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 всё замечательно. Математический человек обязан иметь мысли. Ну, между прочим, для родителей недавно я опубликовал совершенно роскошное... Она, правда, больше часа длится, но, тем не менее, роскошное выступление совершенно неизвестного у меня человека по фамилии Иванов. Может, это и хорошо, что он Иванов, преподаватель Петрозаводского какого-то института. Вот. Совершенно замечательный разбор того, что такое ЕГЭ. И объяснение того, почему происходит в последние несколько лет действительно катастрофическое падение уровня образования. То есть, у нас, там, 20 лет назад было вполне, ну, может быть, там, в чём-то устаревшее, там, в чём-то, что называется, может быть, на не очень правильных компьютерах и так далее. Но, тем не менее, в математике было действительно вполне разумное образование. И последние несколько лет, последние несколько лет, последние 15 лет, происходит катастрофическое падение. Я имею в виду, разумеется, не уровень нескольких московских специализированных школ, а уровень именно всей страны и всей Москвы, да? Вот. То есть, не надо думать, что, там, так сказать, там, наши кружки, что, знаете, к этому падению имеют отношение. Конечно, нет. Речь идёт не о местных, там, десятых или сотных людей, которые ходят на малый план, и, фактически, образованием, которое занимают их родители, а о людях, которые, ну, получают образование только в школе. Так вот, очень подробный, очень советую послушать его выступление. Такое, что называется, спокойное, подробное. Вот, если мы ставим бревно здесь, то получается здесь огромный, а здесь четырнадцать, а здесь четырнадцать. То есть, вот, может быть, что и здесь есть, и там есть. То есть, мы ставим бревно сюда и ставим сюда, то эти варианты как-то будут пересекаться. Нет, никто садится. Я это говорю, значит, трудно. Действительно, неожиданно, трудно. Когда мы с вами решаем задачу про скобочные структуры, то там за счёт чего вы делали? Брали скобку, соответствующую самой левой скобке. Было такое? Что на самом деле надо было догадаться здесь и сделать? Посмотреть не на то бревно, которое есть, а на самое левое бревно, вот в этом слое, которого нет. Давайте то, что бревна нет, я буду рисовать этим крестиком. Вот одна ситуация. Этого бревна нет. Теперь, самое левое бревно, которого нет, вот здесь, вот здесь. Представьте себе, это бревно есть, это бревно есть, это бревно есть, а вот это вот. Собственно, одна какая-то осталась. А то нет, не одна. Возможен ещё вариант. Когда в этом слое все бревна есть. Такая картинка тоже имеет право на существование. Отлично. Понимаете ли вы, что это фактически за задача? Вот смотрите. Вот когда смотришь на эти четыре бревна, то понятно ли вам, что это фактически вот они? Можно все те четырнадцать вариантов нарисовать, так сказать, считая, что мы находимся на этой платформе. Значит, сколько здесь вариантов? Четырнадцать. Четырнадцать. Отлично. А если вот это бревно есть, сюда здесь уже ничего не перерисуешь. Здесь сколько вариантов будет? Пять. 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 На этих трёх пять вариантов. А вот здесь теперь смотрите. Можно рисовать на этих, и можно независимо рисовать на этих. Здесь сколько вариантов? Рисуешь или не рисуешь? Пять. Дважды два. Здесь тоже рисуешь или не рисуешь, да? Дважды два. Здесь сколько вариантов? Пять. Пять. Вы, кстати, правильно говорите, пять. И здесь сколько вариантов? Четырнадцать. Четырнадцать, потому что здесь фактически платформа. Оказывается, надо было смотреть на самое левое бревно второго слоя, которого нет. Вот. Нет, 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 ну а здесь все есть, поэтому я этот крестик даже не рисую. И всё легко получается. Так, для шести бревна рисовать или вы уже всё поняли? Поняли. Поняли. Отлично. На этом история про бревна ещё не заканчивается. Дело в том, что у нас с вами была картинка, которая называлась «Дерево Каталана». Все помнят? Да. Да.